Всем привет! Девочки, после выхода видео с комплексом 25+, мне поступило много комментариев с просьбой снять комплекс упражнений для возраста 35+. И сейчас я покажу вам этот комплекс. Все упражнения я буду делать ровно столько раз, сколько это необходимо, чтобы вы смогли повторять весь этот комплекс вместе со мной. В возрасте 35 лет начинают проявляться изменения во всех структурах лица. Появляются заломы в области лба, межбровья, в области носогубных складок, овал лица становится менее четким, появляются отеки. И наш план действий с учетом возраста будет следующим. Если разобраться, то все изменения, связанные с нашим лицом, начинаются с изменений в осанке. Поэтому так важно следить за ней. Далее мы работаем с шеей, чтобы сохранить подвижность, длину и правильную статику шеи. Мы делаем приемы, которые позволят убрать все зажимы, и питание к нашему лицу было полноценным. Ничего не мешало кровотоку и лимфотоку. И только потом мы приступаем к работе с лицом. Итак, начнем. Раскроем грудной отдел и укрепим мышцы спины. Укладываем руки на затылок, наклоняем голову, одновременно стараемся скруглить спину. Соединяем локти вместе. Затем поднимаем голову, разводим локти, стараясь соединить лопатки вместе. Повторяем этот прием 10-15 раз. Для следующего приема нам понадобится эластичная лента. Поднимаем руки вверх, сгибаем их в локтях, заводим ленту за голову. Приступаем к разминке для шеи. Чтобы сохранить ее длину и подвижность, делаем наклоны и повороты головы. Делаем наклоны в каждую сторону по 5 раз. После этого фиксируем это положение статично. Делаем повороты головы, стараемся заглянуть за плечо. Переходим к размягчению тканей задней поверхности шеи, для того, чтобы улучшить кровоток в голове. Собираем ткань в складку и начинаем ее массировать и разминать в течение минуты. Продолжение следует... Переходим к передней поверхности шеи, к нашей платизме. Укладываем ручки на область ключиц, подтягивая ткани вниз. Поднимаем подбородок и выдвигаем нижнюю челюсть на 1 см, чувствуя натяжение мышц. Работаем с нашим лицом. Для начала сделаем массаж апоневроза, чтобы наш скальп оставался подвижным, не было залипов и кровообращение было полноценным для всех структур. Запускаем руки, волосы и начинаем сдвигать кожу головы с костей череп. Во всех направлениях. Затем кончиками пальцев простучим голову. Приступаем к разволокнению лба. Этот прием мы делаем на сухую кожу, но если вы хотите, можете нанести немного крема и после того, как он впитался, приступаем к выполнению приема. Укладываем основание ладоней на область чуть выше межбровья и начинаем сдвигать кожу из стороны в сторону. И наша рука сама скользит вверх. Переставляем основание ладоней на соседний участок и продолжаем прием. Прорабатываем таким образом всю зону лба. Переходим на височную зону. Ставим основание ладони на хвостик брови. И делаем этот прием скользяю вверх. Проработка височной зоны таким образом позволит нам не допустить опущения внешнего уголка глаз. Повторяем приемы на вторую сторону. Повторяем приемы на хвостик брови. лоб гладким и не даст опуститься бровям. Следующий прием для разглаживания межбровных морщин, так как именно в этом возрасте эти морщины становятся более заметными. Собираем кожу в складку поперек вертикальных межбровных морщин и начинаем разминать ее в течение 30 секунд. Этот прием позволит нам расслабить мышцу сморщивающей бровь. Кожу мы при этом не растягиваем, а работаем в пределах захвата нашей складочки. Расслабляем межбровную зону. Расслабляем круговую мышцу глаз. Поднимаем хвостик брови, а пальцами другой руки делаем глубокие разминающие движения, расслабляя круговую мышцу глаз. По нижнему веку мы идем по орбитальной косточке. Повторяем этот прием на другую сторону. Сделаем массаж зоной возле крыльев носа, там где закладывается начало носогубной складки. массируем и постепенно продвигаемся вверх по латеральной мышце носа. Поработаем со скуловыми костями предотвращая их смещение к центру. Ставим середину основания ладони на скуловую кость. Фиксируем это положение, стараясь как бы отодвинуть нашу скуловую кость от центра в сторону. Затем перекатываем нашу основание ладони по скуловой кости. Протонизируем скуловые мышцы. Собираем ткани средней части лица в складочку и начинаем их перетирать внутренней стороной. Как только складочка выскальзывает из-под пальцев, переставляем наши пальцы, собираем складочку и продолжаем. Играет музыка. Займемся нашими губами для того, чтобы расслабить круговую мышцу губ и сохранить объем. Защипываем кожу вместе с мышцей в складочку и начинаем ее перетирать внутренней стороной. переставляем пальчики и перетираем рукавырушку. перетирать внутренней стороной. Затем лепим наши губки. собираем их между пальцами и начинаем лепить. перетирать внутренней стороной. Поработаем с мышцами, которые тянут наши уголки губ вниз. Заворачиваем губы за зубы и в таком положении начинаем массировать мышцы депрессоров от места крепления до уголков губ. Расслабим жевательные мышцы. Это очень важно для сохранения овала лица. Ставим пальчики на угол нижней челюсти, в том месте, где начинается жевательная мышца. И начинаем массировать круговыми движениями, постепенно продвигаясь вверх до скуловой кости. Челюсти при этом не смыкаем. И в завершении комплекса делаем прием для формирования четкого овала лица. Обнимаем пальцами нижнюю челюсть. Я покажу с одной стороны, чтобы было понятно. И сдвигаем кожу от кости нижней челюсти. Пальцами по коже мы не двигаем. Прорабатываем каждый сантиметр. Устраняя возможные фиброзированные участки. И заливаем. Двигаемся до угла нижней челюсти. Девочки, приемы для лица из этого комплекса мы делаем 2-3 раза в неделю. Приемы для шеи и осанки мы делаем каждый день. Напоминаю, что очень скоро стартует марафон по естественному омоложению. Ссылка на видео, что мы делаем на марафоне, сейчас появится здесь. Приглашаю всех принять участие в нашем марафоне. Если вам было полезно это видео, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, рекомендуйте друзьям. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. До новых встреч! До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова